На уроке 2 вы научитесь о позиции управления и влиянии благодати в вашей жизни, чтобы жить, как Иисус жил на этой земле. Да, 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 аминь. Добро пожаловать на курс «Неотступный». Мы находимся сейчас на втором занятии. Мы начинаем. И тема второго занятия — «Уполномоченный управлять». И мы охватываем материал второго и третьего раздела. Вы можете присесть, и мы начинаем. Итак, давайте сделаем небольшой краткий обзор. Церковь — это тело Христа. Мы этим завершили предыдущее занятие. Каждый из нас есть член его тела. Его тело не разделено. Его тело одно. Аминь. Когда вы слышите Христос, когда вы читаете Христос, вы должны себя включать в это. Потому что то, что Он сделал, Он сделал по Его благодати. Мы с Ним одно. Хорошее место сказать «аминь». Сейчас мы понимаем, что мы включены в Новом Завете, когда Новый Завет говорит о Христе. Давайте рассмотрим страстную молитву Павла в послании к Ефесянам. Павел объясняет нам, чтобы мы могли понять, послушайте сейчас эти слова. «Неизмеримое» и «неограниченное величество». Вы слышите это? Хорошо, давайте послушаем еще раз. «Неизмеримое» Ты не можешь измерить. «Неограниченное», «без ограничения». «Величие Его силы». Скажите «аминь». Что за величина подразумевается здесь, не правда ли? Вы согласны, что наш Господь Иисус, Господь Славы, имеет неизмеримую и неограниченную силу? Согласны? Скажите «аминь». Вы согласны, что она превосходит всякую силу в этом мире или Вселенной, кроме Отца? Вы можете сказать «аминь»? Итак, вы могли бы сказать это по отношению к себе? О, я слышал такое тихое «ох». Важнее всего, вы могли бы поверить в это. Если нет, вы отделили себя от Христа. Вы что, часть другого тела? Не являетесь ли вы частью Христа? Вы скажете «Джон, ты заходишь слишком далеко сейчас». Да? Позвольте мне прочитать местописание полностью. Итак, неизмеримое величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его. Все это время Он говорит о нас. Вы видите, что делает традиция? Павел ссылается на нас, когда молится. Почему? Потому что мы являемся частью Христа. Поэтому та же сила, которую Он имеет, имеем и мы. Продолжим его молитву, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Его, одесную Себя, на небесах. Это Ефессианам 1 глава 19 и 20 стихи. Вы видите, что Господь Иисус умер и похоронили Его. И воскрес из мертвых, сидит одесную Отца во власти. Если так, скажите «да». Хорошо. Если ты христианин, то, конечно, «да». Могли бы вы это отнести к себе? Шансы есть, но многие бы не увидели себя в этом свете. Но давайте прочитаем Римлянам 6, 3 и 4. Павел говорит, «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Мы тело Христа. Таким образом, в тот момент мы были погружены в Него. Наша история изменилась. Аминь. Во Христе мы умерли, погребены и воскресли, как новые существа, чтобы жить, как Он жил». Я надеюсь, что это проникает в вас. Проникает? И вот мы во Христе. Мы во Христе. Мы Его тело. Мы едины с Ним. Согласно с посланием к Ефесианам, 1 глава, 20 стих, который я только что читал, во Христе мы посажены в место управления. На самом деле, это самое высокое место власти во Вселенной, кроме Отца. Вы со мной? Согласно Ефесианам, 1,21, Христос посадил нас превыше... Сейчас я читаю прямо из Ефесианам, 1,21. Превыше. Не только чуть выше. Превыше всякого начальства и власти и силы. Вот это накрывает, не так ли? Превыше всякого начальства и власти и силы. Не только в всем веке и в этом мире, но и в веке и в мире, который грядет. Вы верите, что Иисус посажен превыше всякого начальства, власти и силы, как и в этом мире и вселенной, так и в других? Верите? Если вы христианин, то, конечно же. Сказали бы вы это по отношению к себе? Или же вы бы поверили в отношении себя? Итак, опять, если нет, вы отделили себя от Христа. Вы являетесь частью другого тела. Его тело разделено? Нет. Вы часть Христа. Мы все во Христе. Мы — это Христос. Мы — Его тело. Вот почему Павел продолжает в Ефесианам, глава 2, стих 6, говоря, «И воскресил с Ним и посадил на одном сиденье вместе с Ним». На небесах, в силу нашего бытия, во Христе Иисусе. Вот так, как Иисус превыше всякого начальства, силы, власти, господства, авторитета, так и мы. Надеюсь, вы понимаете это. Видите, вы никогда не будете выше того, во что вы верите. Если вы не верите в это по-настоящему, вы будете продолжать жить, как все остальные живут на этой земле, в зависимости от результата и последствий грехопадения Адама. Вы еще со мной? Друзья, мы с вами строим основание здесь. Если у меня нет этого основания, то у меня не на чем строить. Это фундаментально. Вы можете сказать «Аминь»? Вот что Иисус сделал для нас на Голгофе. Это так удивительно для меня. Голова сейчас не отрезана от тела. Мы все посажены на место управления, власти и силы на небесах. Другими словами, мы находимся в позиции, которая выше всякой власти на этой земле. Намного. Павел очень прозрачно говорит церковь в Коринфе. Вы готовы слышать, о чем он будет сейчас говорить? Это великолепно. Послушайте эти слова. Первое Коринфянам, глава третья стихи с 21 по 23. Послушайте внимательно. «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Вообще-то, все принадлежит вам». Этот мир, жизнь и смерть, настоящее будущее, все это есть ваше. И вы принадлежите Христу. А Христос принадлежит Богу. Он только что сказал, что мир принадлежит вам. Жизнь принадлежит тебе. Но ты никогда не получишь ее, если не поверишь. Зная это, давайте прочитаем Римлянам 5.17 еще раз. То тем более, приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Скажите, посредством Христа. Если вы читаете «посредством Христа», кто еще включен там? Вы. Это вы должны управлять жизнью. Жизнь не должна управлять вами. Мы должны быть теми, кто управляет на этой земле. Если дела идут не так и продолжают быть неправильными в нашем присутствии, это связано с отказом от наших полномочий. Говорю это с уверенностью, потому что я злюсь, когда Бога винят за наши делишки. Вы следите за мной? Однажды один муж Божий сказал слово моей жене для меня. Я никогда это не забуду. Это было как раз перед началом моего служения. И это был великий, великий муж Божий. И он подошел к моей жене. Он сказал, скажи своему мужу, у меня есть слово с неба для него. Вы знаете, вот что я вам скажу. Люди пророчествовали мне. Многие сотни, может быть, десять из них или меньше, были теми, которые изменили всю мою жизнь. Этот был один из них. Он посмотрел на мою жену, и это так просто. Он говорит, скажи своему мужу, если он не будет жить Богом данной ему власти, кто-то заберет ее от него и использует против него. Приблизительно восемь лет понадобилось мне, чтобы понять реальность того, что сказал мне этот человек. Но вот, что я скажу вам сейчас. Вы во Христе. Вы должны управлять в жизни. И если дела идут неправильно, это не вина Бога. Неплохо проповедую. Аминь. Иисус говорит, «Как Отец послал меня, так и Я посылаю вас». Послушайте Его слова. «Так как Отец послал меня, Он пришел разрушить дела дьявола». Библия говорит, для этого явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Другими словами, уничтожить последствия того, что сделал Адам. Это говорится о болезнях, эпидемиях, землетрясениях и всем остальном. Не так ли? Кто лучше может подать пример, как не сам Иисус? Падший мир не овладел им. Скорее, Он господствовал и управлял над Ним. Когда шторм надвигался, Он запретил ему. Он повелел ветру и море утихнуть. И они послушались Его. Когда Ему нужна была пища, чтобы накормить множество народа в пустыне, когда у Него было только несколько хлебов и рыбы, Он накормил пять тысяч людей, а потом четыре тысячи людей. Когда у Него не было лодки, Ему нужно было переправиться на другую сторону, чтобы послужить кому-то, Он пошел по воде. Он сказал смоковнице, которая была в рассвете, чтобы она засохла и никогда не принесла плода. Он приложил отсеченное мечом ухо человеку. Он очистил тех, кто был болен, исцелял хромых. Калеки ходили, слепые видели, глухие слышали, одержимые не запугали Его. Толпа пыталась столкнуть Его со скалы, но Он прошел среди них. Правители пытались найти Его, но не могли. И список почти нескончаемый. Он сказал нам, Вот истина. Каждый, кто верует в Меня, сделает то же, что Я, и больше всего. Когда мы перестанем писать эти слова на плакатах, и в самом деле начнем верить им, Он управлял в жизни. Он господствовал над врагами и невзгодами. Он принес небеса на землю. Он установил планку для нас, чтобы следовать, и Он ожидает от нас сделать намного больше. Еще раз прочитаем Римлянам 5.17. Обилие Божьей благодати. Громко все скажем, обилие Божьей благодати. И дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Сейчас мы зададим второй вопрос. Как мы управляем в жизни? Ответ такой. Обилие Божьей благодати. Вы видите это местописание? Мы управляем в жизни по благодати Божьей. Я хочу, чтобы все сказали это со мной. Я скажу, и вы повторите. Мы правим в жизни. Послушайте себя, что вы говорите. По милости Божьей. Все, кто получит Божью милость и примет ее, будут править в жизни. Мы управляем в жизни по благодати Божьей. Вот где происходит большое, я имею в виду, большое разделение в церквях Америки. Приблизительно полтора года тому назад общенациональное исследование было сделано по всей Америке. Я говорю, от побережья до побережья. Тысячи, тысячи, тысячи христиан были опрошены. Более пяти тысяч христиан. Мы говорим о рожденных свыше верующих в Библию, посещающих церковь в воскресенье утром христиан. В этом опросе мы задали вопрос. Приведите три или более определений или описаний благодати Божьей. Потрясающее большинство ответов опросов были такими. Спасение, бесплатный незаслуженный дар и прощение грехов. Сейчас я так рад, что американцы понимают, что мы спасены по благодати и только по благодати. И ты не можешь заслужить благодать, потому что это дар Божий. Да? И наши грехи прощены только по благодати Божьей. Слава Господу, христиане Америки знают это. Мартин Лютер сделал отличную работу. Но вот здесь и началась трагедия в нашем опросе. Только 2%, даже 1,9% из этих пяти тысяч христиан, которые были опрошены, сказали, что благодать — это Божья сила и власть. Вот как сам Бог определяет свою благодать. Он говорит апостолу Павлу во 2 Коринфянам, глава 12 стих 9. «Довольно для тебя благодать и Моей. Ибо скажите громко». Еще раз. «Ибо сила Моя совершается в немощи». Или же неспособность человека. Если у вас есть версия Библии, где печатается красным, когда Иисус говорит, а все остальное черным, и когда вы читаете 2 Коринфянам, глава 12 стих 9, эти слова красные, а не черные. Это обозначает, что они являются не словами Павла, это слова самого Бога. Итак, Бог относится к его благодати, как к его силе. Однако только 2% христиан Америки понимают это. Посмотрите, что апостол Павел написал церкви в Коринфе. Он сказал, «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям македонским, ибо они доброохотны по силам и сверх сил». Я свидетель. Какую способность дает нам благодать Божья? Думать свыше наших способностей. Ибо сила моя совершается в немощи. Вы понимаете это? Как апостол Петр обозначает благодать Божью? Он говорит, «Благодать да умножится вам». Это 2 Петра, 1 глава. «Благодать да умножится вам, как от Божественной, воскликните, силы». Это не громко. Давайте попробуем еще раз. Скажите громко. «Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, Петр относится к Божьей благодати как к Его Божественной силе». Вы согласны? Позвольте копнуть глубже. Вернемся к оригиналу. Если посмотрим на греческое слово «благодать», которое чаще всего используется, это слово «карис». Значение слова «карис» в переводе «стронга» как «дар», «благосклонность», «польза», «милостивый», «щедрый». Если мы возьмем это первоначальное определение перевода «стронга» и соединим выделенные места Писания в посланиях к Ефесянам, Галатам и Римлянам, у нас получится значение «благодати», с которой многие христиане в Америке знакомы. Но перевод «стронга» не останавливается здесь. Он продолжает значение этого греческого слова «карис» вот так, «божественное влияние на сердце и свое отражение в жизни». Вы можете сейчас увидеть, что есть внешнее отражение того, что делается в сердце. Вот это и есть полновластная благодать. Вы помните, в книге «Деяния», глава 11, стих 23, Библия говорит, что когда Варнава пришел в церковь в Антиохе, он увидел проявление благодати Божией. Он не услышал о благодати Божией. Он увидел ее проявление, которое отражалось в их жизни. Вы видите это? Но в Америке не так. В Америке благодать — это нематериальная вещь. Вы не увидите отражение ее, потому что в Америке она просто как вещь, которая очищает нас от грехов и дает нам билет на небо. И вот почему так много христиан в Америке живут, как мирские американцы, потому что благодать была уменьшена от влияния до прощения только. Вы со мной? Другая энциклопедия обозначает это греческое слово «карис» как Божье полновластное присутствие в нашей жизни. После многих лет изучения и молитвы мое обозначение очень простое. Божья бесплатная власть, которая дает нам способность жить сверх наших способностей. Вот это и есть благодать Божья. Не повторите еще раз? Божья бесплатная власть, которая дает нам способность жить сверх наших способностей. Почему это такая трагедия, что только 2% христиан Америки понимают это? Хорошо, давайте представим себе такой сценарий. Хорошо? Вот, например, мы сделали некоторое расследование и обнаружили в Африке маленькое племя. Они жили в лесу. И в нашем расследовании мы открыли, чтобы им принести чистую воду, они должны были идти несколько миль каждый день к ближайшему колодцу, набирать много воды и на своих спинах нести обратно в свое поселение. Если им нужна еда, сколько из вас знают, что животные не ходят посреди лагеря и не говорят «Я ваш ужин, убейте меня сегодня». Они должны идти охотиться на животных. Иногда они могут убить буйвола или антилопу в 8 или 9 милях от их маленького лагеря в лесу. И так они должны нести вот эту 1000-килограммовую тушу обратно в свой лагерь 9 миль. Если когда-нибудь им нужны медикаменты, им необходимо идти в ближайшее село, которое приблизительно в 35 милях от них. Таким образом, они должны идти 35 миль, чтобы приобрести медикаменты и возвращаться с ними обратно в свой лагерь в лесу. Вы знаете, что мы решили сделать? Вот что мы сделаем. Вот что. Посмотрите, здесь назначение слова «благодать». Я прочитаю вам еще раз. Мы собираемся сделать им подарок, мы собираемся войти в их ситуацию, мы будем добры, мы будем милостивы, мы будем снисходительны. Мы решили приобрести им новый Land Rover 2012 года. Мы отправили Land Rover в Африку, мы припарковали его возле их поселка, мы пошли в лес, позвали вождя и его племя, вывели их из леса вождя и племя и сказали «Вот Land Rover». Мы сказали «Вождь, это наш подарок вам». Мы посадили вождя в Land Rover, завели машину, мы сказали ему «Вождь, это прекрасный Land Rover, здесь кондиционер». Это означает, если на улице 45 градусов, все, что нужно вам сделать, это нажать на эту кнопку, набрать 25 градусов, и вы наслаждаетесь 25 градусной температурой. И не только это. «Вождь, здесь есть и обогреватель, если ночью будет очень холодно, нажмите только вот эту кнопку, наберите 27 градусов и вы наслаждаетесь в приятной атмосфере». И не только это. «Вождь, здесь есть XM-сателлитрадио». Ты знаешь, что это значит? «Вождь, ты можешь слушать финалы NBA!» Ты знаешь, что еще есть в этой машине? «Вождь, DVD-проигрыватель». Мы достали парочку фильмов, как «Трон», «Аватар». Мы включили «Аватар». Он был очень удивлен синим людям. И не только это. Здесь есть CD-проигрыватель. Мы достали прославление United, включили ему, и он был потрясен прославлением, наполняющим эту машину. Мы вышли из машины, и вождь сказал, что мы должны вам за эту машину. «Да что вы, вождь, нет, ничего, это наш подарок вам, потому что мы так сильно любим вас». И мы уехали. Но позже мы узнали, что они продолжают ходить 2 мили за водой каждый день, неся ее домой. Они продолжают носить тяжелых животных 8 или 9 миль к своему поселку. Они по-прежнему ходят по 35 миль за медикаментами. Почему? Потому что мы не посчитали нужным сказать вождю об основной функции Land Rover. Это перевозка. Мы не посчитали нужным сказать церквям в Америке, что основное значение и функция благодати Божьей – это его наделение силой и властью. Вы скажете, одну минуту, Джон, ты только что сказал самое важное. «Вот почему я не могу аплодировать с остальными этими людьми». Ты сказал «главное определение». О, да, главное определение. Знаете, полтора года назад я прогуливался около моего дома и молился. Лизы и мальчиков не было дома, и я молился примерно 30 минут. И внезапно Дух Святой задал мне вопрос, который я никогда, никогда, никогда не забуду. Он сказал «Сын, как я представил благодать в моей книге в Новом Завете». Так как я являюсь автором 14 книг, этот вопрос значит для меня очень много, потому что, когда я пишу книгу, я представляю термин, с которым многие люди не знакомы. Я должен дать им главное значение этого термина, с которым я хочу их познакомить. Потом в книге я могу дать второстепенное и третье значение, но изначально я должен дать главное, которое я хочу представить. Вы все еще следите за мной? Позвольте мне удостовериться, что вы со мной в этой теме. Когда я пишу письмо вождю в Африку, вы знаете, что я скажу сразу же, в первом абзаце? Вождь! Мы дали вам новый Land Rover 2012 года. Его главная задача – перевозить. Сейчас вы не должны ходить по 2 мили каждый день за водой и нести ее обратно. Вы можете ездить за ней и привозить обратно. Сейчас вы не должны носить туши животных 9 миль в свой поселок. Вы можете возить их на машине. Вы все еще со мной? Сейчас вам не нужно ходить 35 миль к ближайшей деревне. Теперь вы можете поехать туда и привезти все необходимые медикаменты намного быстрее. Почему я должен ему это говорить? Потому что вождь никогда не видел автомобиль раньше. В следующем абзаце я скажу ему о кондиционере, об обогревателе, в третьем – АФМ радиоспутнике, в четвертом абзаце – о DVD CD-плеере. Но сначала я объясню ему об основной функции. Правильно? Хорошо. Господь спросил меня. Он сказал, «Сын, как я могу объяснить благодать в своей книге в Новом Завете?» И я честно ответил, «Я не знаю». Я побежал к компьютеру, открыл симфонию и посмотрел, как Бог описывает благодать в Новом Завете. Вы хотите увидеть это? Вот как Он описывает это в Иоанна 1,16. Посмотрите, что там говорится. И от Его полноты. От чьей? Его. Это Иисус. И от полноты Иисуса мы все получили благодать на благодать. У меня есть друг в Афинах в Греции. Он прекрасный муж Божий. Он и его жена в служении уже четвертое поколение. Они родились в Греции. Они не только родились в Греции и говорят по-гречески, как на родном языке, но они изучали древнегреческий язык. Он является моим переводчиком. И я написал ему и спросил, пастор Панис, могли бы вы мне сказать, что апостол Павел имел в виду, когда сказал, от его полноты мы получили благодать на благодать? Что это значит, благодать на благодать? В письме он ответил, вот о чем пытается сказать апостол. Это богатство и изобилие благодати. В сущности, что он объясняет здесь? Это избыток, полнота. Что есть избыток или полнота, что благодать сделала для нас? Она дает нам полноту Иисуса. Хорошо, вы не понимаете этого. Вы в порядке? Хорошо, давайте скажем, что сейчас проходит NBA плей-офф. Позвольте мне использовать этот пример. Скажем, я еду в школу Пайн Крик. И я иду в баскетбольную команду в школе Пайн Крик. Я подхожу к одному из парней, который сидит на скамейке запасных в большую часть игры. Да? И я смотрю на этого парня и говорю ему, «Эй, у нас есть новое научное средство, которое наделит тебя способностью Леберна Джеймса». И что, вы думаете, этот ребенок вам ответит? «Конечно! Давайте мне прямо сейчас». И что он будет делать с этим? Он начнет играть за школу Пайн Крик. Они выиграют турнир штата, дальше он идет играть в НБА. И через несколько лет он становится основным игроком. Предположим, я подхожу к первокурснику архитектурного факультета университета в Колорадо. И я говорю ему, «Послушай, у нас есть новое научное средство, которое наделит тебя всей способностью Франка Ллойда Врайта, величайшего архитектора 21-го столетия». И что, вы думаете, этот ребенок вам ответит? «Конечно! Давайте мне скорее прямо сейчас». И что он тогда будет делать? Он оставит свой первый курс и начнет свою успешную карьеру. Если бы я подошел к бизнесмену в кризисной ситуации и сказал, «Послушай, у нас есть научное достижение, которое может совместить способность Стива Джобса и Билла Гейтса». И что, вы думаете, он мне ответит? «Немедленно! Прямо сейчас!» И чем он будет заниматься? Он будет думать о новых путях инвестиций, которые он никогда не предполагал. Благодать не дала нам полноту Билла Гейтса или Стива Джобса или Леброна Джеймса или Франка Ллойда Врайта или Альберта Эйнштейна или Бетховена. Благодать дала нам полноту самого Иисуса Христа. Вот это сила! Аминь! Вот почему Петр пишет в своем послании 2 Петра, глава 1 стих 3 и 4 – это благодать. Если вы прочитаете здесь, то он говорит, что благодать сделала нас причастниками божественной природы. Какое значение слова «природа»? Это обозначает основные качества характера человека. Вы понимаете, что благодать дала нам? Она дала нам полноту качеств и характера самого Иисуса Христа. Вот почему апостол Иоанн, когда ему было, я верю, за 80, когда он писал свое письмо. Он пишет, как он, Иисус, так и мы в этом мире. Подождите, подождите, подождите. Вы что, не понимаете? Вы слышите это? Так, как Иисус. Отлично объясняет. Так и мы в этом мире. Не так, как Иисус, так и мы будем в каком-то тысячелетии. И не так, как Иисус, так и мы будем на небе однажды. И не так, как Иисус, так и мы будем в следующей жизни. Точно так же, как и Он, так и мы в этом мире. Вот почему меня это так злит. Я правда не шучу. Когда некоторые проповедники встают и начинают говорить с таким религиозным голоском, ну, вы знаете, мы христиане и вообще мы не очень отличаемся от грешников. Разница в том, что мы прощены. Я думаю, выключите его микрофон, бегите из зданий, изо всех сил сядьте в машину и включите музыку. Он буквально наполняет воздух демонической доктриной. Он лишает церковь силы и власти. Даже природа наша учит нас лучше, чем он. Видели ли вы когда-нибудь льва, у которого рождается белка? Вы когда-нибудь видели породистого гончего скокуна, родившего червя? Мы его отпрыски, Библия говорит. Мы кость от кости его, мы плоть от плоти его. Библия говорит, возлюбленные, мы сыновья и дочери его, так как он, так и мы в этом мире. Вот что благодать сделала для нас. Боже, Боже мой! Мне нравится, как я проповедую. Вот что благодать сделала для нас. Вы же знаете таких людей? Это странная религия, такая скукота. Благодать делает то, что Иисус сделал более славным, а не менее славным. Когда вы по-настоящему подумаете об этом, это делает таких ничтожных людей, как мы, такими как он. О, Господи! Он делает благодать такой великой. Вот почему я в таком трепете. Вот почему я все еще в огне 30 лет спустя. Вот почему моя мама сейчас распространяет мои книги. Я был непоколебим в вере за нее. Позвольте мне сказать. Она исцелилась. Вот почему апостол Иоанн пишет в том же письме. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Поступать так, как он поступал. Как нам это сделать? Ну давайте, закричите! Итак, следующий вопрос, который мы должны задать. Как Иисус жил? Мы ответим на него в следующем уроке. До встречи! Далее, в ходе урока 3, мы будем рассматривать на примере правления Иисуса доступ, который есть у нас через веру быть влиятельными в обществе. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова